Казах-фильм, наверное, никогда не пытался снять кассовых фильмов. Экспертный совет принимает решение и говорит, нет, там ничего национального нет. Освоил и не попался? Отлично. Освоил и попался? Турма. Продать печень сорока продюсеров. Что у нас происходит в прокате, вы знаете? У нас сейчас происходит борьба казахов с казахами. Врут все везде, поверьте. Вот с такой организацией, с ней интересно сотрудничать. Всем привет, это канал серийный продюсер и я Николай Пак. Часто возникают вопросы, вот как найти деньги на свой проект, куда подать заявку, где и как проходят питчинги и сколько нужно средств, чтобы снять кино. И самое главное, где найти финансирование на воплощение своей идеи. Вопросов много и их задают очень часто. Именно поэтому мы решили подготовить для вас этот репортаж. Специалисты из мира кино и телевидения постарались доступно ответить на все вопросы. Так что приятного и результативного просмотра. Первое финансирование, да, первостепенное, это, конечно, государственное. У нас в стране, если до 2019 года государственное финансирование распределяло Министерство культуры через киностудию «Казахфильм» и напрямую могло распределять как госзадание каким-то компаниям, то после 2019 года, как приняли закон о кино, государственное финансирование на кинопроизводство проходит только через государственный центр поддержки национального кино посредством питчинга, открытого конкурса. Как проводит питчинг наш центр господдержки. Размещается информация на сайте и в СМИ для того, чтобы желающие могли принять участие. Принимаются к участию проекты, прошедшие этап девелопмента. То есть у вас должно быть во времени участия питчинг и поддача заявки полный сценарий литературный, КПП, календарно-постановочный план. Должен быть бюджет разработан детальный, обязательно. Причем именно центр требует не лимит, а именно полноценную смету, что на самом деле довольно сложно сделать, если у вас нет полноценной разработки. Исплеткацию, режиссерскую и операторскую, выбор локаций должен быть проведен, утверждены основные актеры и заключены договоры намерения со всеми этими постановщиками и главными действующими лицами. Плюс вы готовите художественную презентацию проекта, ну и в идеале, конечно, можете снять еще и тизер. Это прям было бы совсем замечательно. Вот этот полноценный проект вы приставляете к защите центра господдержки. Теперь 35% от общего бюджета, выделяемого Национальному центру поддержки кино финансирования, будут направлены на киностудию «Казахфильм». Проекты, которые подаются на «Казахфильм», проходят двойной отбор. Сначала внутренний питчинг свой, наш экспертный совет, ознакомливается со сценариями. И потенциально хорошие, которые интересны и соответствующие тематикам, которых мы придерживаемся, то мы их подаем на питчинг. Это тот, который в центре. Мне кажется, в фонд кино должны идти очень молодые таланты, которых действительно больше неоткуда взять денег. Мне кажется, вот они должны идти, и их должно поддерживать государство. От года в год мы наблюдаем, что питчинги устраиваются не в начале года, а где-то ближе к середине, потом, пока выходят результаты этого питчинга, наступает уже середина года. И пока деньги падают, уже ближе к четвертому кварталу. И этот момент, конечно, немножко заставляет, наверное, кинематографистов гнаться за сроками. Все картины госфинансирования обеспечены, они закрываются текущим финансовым годом. Продвижение картин, допустим, открывается в декабре, происходит уже на будущий год. То есть это апрель, май и так далее. И финансировать нужно ходить самим, это одно из требований Центра господдержки, самим продюсерам для продвижения своей картины. У нас система питчингов, именно государственных, она работает очень, так скажем, не то чтобы коряво, но неправильно, то есть некорректно. Я думаю, с годами это все исправится, и можно будет действительно, как в Европе, как в Америке, любой желающий прийти и получить какое-то финансирование или шанс на то, чтобы проявить себя. Сколько тратит государство денег в кино? Абсолютно точно есть цифры. 2019 год, 7 миллиардов, 68 миллионов, по-моему, это и там, так далее, тысячи тенге. В 2020 году это было порядка 6 миллиардов. То есть это вот та сумма, которая ежегодно тратится на кино. Было 109 заявок, это через ГЦНПК цифры получены. Из них, значит, 14 полнометражных картин игровых было поддержано, остальные документальные, игровые и так далее. То есть 7 миллиардов – это вот то, что вот сейчас деньги проходят через Государственный центр поддержки национального кино. Основные фильмы, которые отбираются для господдержки, финансовой господдержки, как правило, авторские. То есть те, которые выезжают на фестивали, получают призы. Но при этом эти фильмы абсолютно не интересны кинотеатрам, потому что эти фильмы не собирают залы. Поэтому их, как правило, не берут в кинопрокат. Их выпускают максимум, ограниченным кинопрокатом. Это дневные сеансы, один-два сеанса в день. То есть, соответственно, их посещает очень мало зрителей изначально. Мы понимаем, почему не интересны кинотеатрам, потому что они получают прибыли с этих картин. Но с другой стороны, если государство потратило большие деньги, там 200, 300, 500 миллионов на эту картину, и при этом не поддержало кинопрокатную историю, соответственно, деньги просто выброшены, получается, на ветер. То есть те задачи, которые государство заложило идеологическими в данную картину, для чего нужны были эти картины показать, например, какие-нибудь нужные истории, при этом они никак не реализованы, то есть не дошли до конечного потребителя, не дошли до кинозрителя. Как только говоришь государственные деньги, бюджетные деньги, они мои, наплевайтесь. Главное – освоить. Вот у нас есть очень-очень проективный термин. Но он не только кинематография, но и освоение деньги. Освоить бюджетные средства. Не освоил – плохо. Освоил – хорошо. Освоил и не попался – отлично. Освоил – попался – дурман. У нас любой продюсер или директор картины, в кого-нибудь книгу, он знает больше способов законного присвоения денег, чем на старт-бинтер. Вопрос еще большой. Нужно ли, будет ли, в принципе, такое явление, чтобы фильмы, снятые за деньги налогоплательщиков, появились, как стали бизнесом. Это вряд ли случится, но некоторые прецеденты уже есть. Вот сейчас, безусловно, есть отличный президент с такой, наверное, комедией, исторической, больше кино. Да, это Дос Мукасан. Эта картина произведена при поддержке ГЦПНК, и у нее очень хорошие показатели. Домириз – это первый исторический фильм, который тоже показал хорошие сборы в кинотеатрах. Роспись, я помню, я занималась федалом, маркетингом, промоушеном Домириз. Роспись у нас была по сеансам чуть ли не больше, чем у очередной части «Мстителей». Снимала частная компания, ну да, совместно там с казахфильмом. Вот, и да, это прям один из первоисторических фильмов, которые тоже показали хорошую кассу в прокате. Ну, сборы были где-то, да, 700 миллионов тенге. Я осталась одна. Отец. Да, я из массагетов. Я вождь. Общая экономика этой картины, она мне неизвестна, там, ну, я обрывисто понимаю, что у нее был бюджет, который потенциально сложно окупить на локальном рынке. Но в этом, наверное, и заключается миссия государства, чтобы помогать картинам, которые не могут быть бизнесом. Потому что, ну, грубо говоря, чтобы снять такую картину в частном порядке, нужно, наверное, ну, там, продать печень 40 продюсеров, как бы, да, причем по высокому достаточно курсу. Если так взмыслять объективно, то все зависит от того, кто производитель картины, а не кто финансирует ее. Бицепенка – это просто орган, который, ну, финансирует, распоряжается деньгами. «Казахфильм», наверное, никогда не пытался снять кассовых фильмов. У «Казахфильма» задачей всегда были снимать социально значимые фильмы, авторские фильмы. А есть исторические фильмы, которые рассказывают про историю. Ну, это важно. До создания ГЦНПК, это порядка десятилетия, вот с 2010 по 2018 год, да, вот десятилетия, государство финансировало в основном исторические картины, в том числе вот про путь лидеров, в том числе, значит, я не знаю, «Тамирис», «Казахское ханство алмазное», «Меч» и так далее, и так далее. Это были большие, дорогостоящие проекты, которые могли стоить вот миллиард или больше. Да, это сложно постановочно заказное историческое кино. На него уходили почти все деньги. Эти картины, и права на эти картины принадлежат государству, как у нас построено. Продюсер или режиссер, автор сценария выражают некоторые проекты годами. Пифы, протапки, пытаются его запустить. Они создают интеллектуальную собственность. Потом получаются рано или поздно эти деньги. Ну, в данном случае, мы говорим о государственном финансировании, бюджетном финансировании. Они создают фильм. То есть они продолжают создавать интеллектуальную собственность на основе сценария, которая тоже является интеллектуальной собственностью, в основе более широкой собственности. И потом, когда они заканчивают эту картину, государство все забирает, все права 100%. Зачем? И где это есть, такая практика? Да, такая практика, я доподлинно знаю, есть в Северной Корее. И такая практика есть в Узбекистане. Вопрос, может быть, в Китае? Я не знаю, это уже не изучал так глубоко. Мы хотим быть похожи на Северную Корею, или мы хотим быть похожи на Францию, Германию, Сингапур, Индонезию, такие страны. Забирая права на картины, правительство тем самым лишает продюсеров интереса в результате своей работы. Есть так называемый третий сектор, который снимает артхаусное кино. Вот Адильхан Иржанов по определению относится к третьему сектору. Почему? Потому что у него кино малобюджетное. Строители в 2011 году были сняты за 10 тысяч долларов, сейчас бюджета, естественно, больше. Я говорю еще раз, он чередует, он снимает то на деньги продюсера, то на государственные деньги. Но даже если это государственные, это, конечно, не миллиард, ну, не знаю, 300 миллионов максимум, это может быть 100 миллионов и так далее. Объективно говоря, никакой оценки по каким-то критериям конкретным наши сценарии не имеют. То есть это просто чисто вкусовщина. Нравится или не нравится. Как проект «Предсовет» продвигает, конечно, выбирает картины, которые больше соответствуют авторским фильмам, потому что в простую очередь называется авторское кино. Допустим, есть еще такая категория называемая «Национальное кино». Вот. Но сама формировка, что относится к категории «Национальное кино», она достаточно абстрактно прописана в законе «Кино». Они сами не знают этих критериев. То есть условно ты приходишь на питчинг, питчешь идею, но сценарий у тебя на русском языке. И тебе один из членов экспертного совета говорит, а что в твоем фильме национального? Вы говорите, ну как, фильм будет сниматься в Казахстане казахскими актерами. Вот он, для вас он национальный уже автоматически. А экспертный совет принимает решение и говорит, нет, там ничего национального нет, потому что он на русском, потому что там пропаганда условно каких-нибудь наркотиков. Должно быть детское кино поддерживаться. Потому что фильмы для детей, они воспитывают детей. Я не знаю, если время патриотов это для молодежи, то должны быть картины для первого, второго класса. Анимация должна быть для детей, для средних классов, для пятого, шестого класса, для десятиклассников про любовь должна быть. То есть государство, оно регулирует именно вот эту тематику должно регулировать и доступность выхода картины в прокат. Участники не пойдут снимать ни документалку, ни анимацию, потому что анимация это дорого, и это очень сложно отбиваться в прокате. Вообще детское кино это вообще отдельный разговор. Государство должно поддерживать, развивать и анимацию, и документальные фильмы, и короткие метры, и то, что как бы называется вот и национальным кино. В чем беда значит, нашего кино в том, что деньги зарабатываются не на прокате, то есть ну как в мире, а в момент производства. То есть вот есть бюджет, вот на него снимается кино, вот если это не коммерческое кино, то оно снимается в момент, то деньги зарабатываются ну как бы на гонорарах, на каких-то там и тогда момент производства, с бюджетом. Очень много людей, режиссеров, продюсеров, которые снимают на деньги государство, но у них задача снять, а не показать это кино. Как один человек сказал, это продюсеры, которые хотят зарабатывать на входе, а не на выходе. Мы можем точно все сказать, что за время существования независимого Казахстана ни одна картина, финансированная из государственных источников, не отглубилась. Есть возможность получить частные деньги у инвесторов. Это если тема вашего фильма будет интересна. Как правило, это относится к коммерческим картинам. Я думал, мы летим в Америку, находим Адама Эмерса и договоримся с ним по-казахски. Есть возможность развития франшизы. Допустим, хорошо видно это у Нурлана Каинбаева, например. И, например, если вы снимаете первые небольшие картины, короткометражки, то очень удобно работать с частными деньгами, может быть, даже своими деньгами, потому что потом можно подавать на фестиваль и получать независимое финансирование. Продюсер Продюсер продюсеров складывается такое впечатление и ассоциации того, что найти деньги невозможно на свои дебюты, на какие-то первоначальные работы. Но, наверное, это роль больше продюсера и опыт работы, поиск инвестиций. Я точно знаю, что на сегодняшний день в Казахстане очень много частных инвесторов, меценатов, людей, компаний разных, которые готовы вкладывать деньги в индустрию кино, в производство контента и так далее и тому подобное. Мы никогда не были против работать на государственные деньги. Дело в том, что питчинг того года, когда мы подавались на фонде, питчинг аннулировали и в итоге мы остались без финансирования. После чего было принято решение искать частные инвестиции. И в нашем случае нам, наверное, повезло. Почему? Потому что имя Айсултана и его имидж опережает очень сильно. И найти частные инвестиции было не так уж и сложно. Еще в прошлом году появилась в коридорах левого берега Астаны идея создания венчурного фонда, направленного на кинобизнес, чтобы не давали воплощение каких-то великих идей, которые соберут 3,5 просмотра в Ютубе и двух зрителей в кинотеатрах, а прямо как на какой-то здоровый бизнес. Я не знаю, что сейчас этой идеей. Вот с такой организацией интересно сотрудничать, потому что ты берешь деньги на определенный срок, перед тобой стоят жесткие KPI. Ты должен вернуть, если это государственная контора, она может себе позволить вернуть в плюс еще 20% от того, что мы вам дали. Для госконтуры это не будет убыток, но это будет что-то, что будет покрывать инфляцию и что будет интересно как бизнесу. Если вы заходите несколькими проектами, будьте добры, откройте еще у себя школу сценаристов, например. Помогайте вообще рынку развиваться. И ты понимаешь, у тебя есть четко бизнес-план прописан, у тебя есть такая маржа, из этой маржи ты готов отдать 30% на развитие в целом индустрии, потому что ты в принципе тоже в этом заинтересован, потому что ты хочешь снимать больше, снимать лучше, для этого тебе нужно больше специалистов, лучше специалистов и ты готов будешь вкладывать. Вот такая идея, да. А когда просто дают деньги, не спрашивая зачем, тут, во-первых, сразу коррупционная составляющая, ну, понятно. Во-вторых, ну, если это не создает ничего, за что не стыдно… Появилась конкуренция в казахстанском кино. Большая конкуренция в казахстанском кино. Ты уже не можешь как бы просто выйти просто с еще очередной комедией. Уже не секрет, что ничего кроме комедии у нас сейчас как бы, ну, снимать экономически невыгодно. Вот. Но раз уж ты выходишь с этой комедии, да, то ты… У всех сейчас появились амбиции выйти самые лучшие, чтобы интересный сюжет, интересная игра, как бы интересно качество съемки. Все еще остаются лидерами этой комедии, да. Все, мы комедии не все, но все-таки самая успешная. Это франшиза, которая в свое время очень правильно, очень верно Руан Куэнбаев своим тютьем прогрессорским, что ли, да. Поним, что будет интересно. Наши люди всегда любят смотреть истории про себя. Вот. И поэтому бизнес по-казахски, наверное, он бесконечен. Сколько стран существует, столько раз можно снимать, можно снимать его где угодно и про что угодно. Весьма хорош показатели дала комедия Кушикуда, квартиранты. В сети у нас собрала больше 120 миллионов, ну и, насколько я понимаю, под 800 миллионов на рынке. Вот. Есть хороший прецедент, когда вот не так давно выходила комедия «Женатый холостяк». Я думаю, что она 600 миллионов тоже собрала на рынке. Вот. Я думаю, что не менее 600 миллионов соберет комедия «Келенджан». Я думаю, что высокие ожидания у комедии «Донор», которые вот как раз ребята из Кушикуда делают. Вот. И, ну и, конечно, исторически это франшиза. То есть, ну, опять же, очередной бизнес, очередные, может быть, каникулы оффлайн, очередные там еще там ва-банки, если они будут, конечно. Берут кредиты на то и и не могут их оплатить. А работники сферы, так называемые артисты и певцы, не декларируют доходы стоя в налоговых отчислений. Бугун-гугун дэнбастат той же салга «Ресмитр» дэйм сална. Комедия комедии «Розень». Сколько качественных, действительно качественных комедий в Казахстане вы знаете? Я по пальцам пересчитать. Их там парочку буквально. Безге кызыгып, мен учитывам, безге кызыгып жалпа «Мен де тавам, мотивация алып». Казыр, жүзд леген комедия түсірв жатыр. Ян көп көрінмендер айтадо, «Оз комедия, кино, негерек бар», деймсияқта. Казыр кинотеатрларын еллерін айтуу гойынша, 33-30% ақша елде қалы жатыр сон арқасында. Елде, дегенміз, яңни, ол ақша, та, елде апарат-қа кетватыр. А если казахский кино сыграл, то, чтобы он был в Казахстане, он был в Казахстане. Как вам кажется, на этот год будут именно в полном метре? На что вы ориентируетесь? Будет ли больше казахоязычного зрителя? Или какие-то исторические биопики? Нам так и кажется, что надо идти больше в сторону казахскоязычного контента. Ваши фильмы будут на казахском языке? Они будут смешаны. Мы сначала думали, что, когда мы изучали, думали, что, наверное, лучше заходят фильмы на русском языке. Но раньше же так и было. То есть на русском языке больше зрителей приходило. Но сейчас ситуация другая. Нам даже вот и Марина тоже сказала, что лучше работают фильмы, где они на казахском языке, с где-то 30-40%, если русского языка есть, но не полностью на русском языке. Мы будем в эту сторону идти. Мне кажется, наша страна уже прошла через какой-то переломный момент неприятие людей тому, чтобы учить казахский язык. Да, здесь есть, кстати, хорошая новость для локального продукта, потому что раскрученный локальный продукт, он превалирует в головах у своего зрителя, и он как раз более приоритетен. То есть если говорить о среднем неком, то, например, условно говоря, там Салимовская история, которая там построена на сериале. Допустим, она, ну, мы прогнозировали, кстати, наши прогнозы были, по-моему, более радужными, чем у производителя. Значит, мы прогнозировали 400 тысяч человек с рынка для, например, картины «Пацанская история». То есть сейчас уже производители начинают эту фишку активно использовать. То есть если у сериала есть, у картины есть сериальное прошлое, да, или это какая-то произрастающая франшиза из, там, ТикТока или из какого-то Ютуба, Ютуб-проекта и тому подобное, то, ну, как бы, в принципе, можно плюс-минус экстраполировать его кассовый потенциал в кино. Ребята сняли его с маленьким бюджетом. Это, кажется, был веб-сериал в свое время. У пацанов проблемы. Чисто случайно у вас не найдется 3 килограмма ручника в долг. Смело. И они решили снять полнометражное кино. Когда они решили его уже пускать в прокат, сеть кинотеатров отказались брать его по непонятным мне причинам. Вот. Но, тем не менее, фильм собрал очень большую кассу. Хотя на момент, когда эта сеть кинотеатров отказались от этого фильма, всем казалось, что все, фильм в прокате провалится. Но не тут-то было. И это, на самом деле, очень хороший знак. Это говорит о том, что та пресловутая монополия, к которой все привыкли, она, на самом деле, ее не существует. То есть можно справляться и без больших сетей кинотеатров, можно справляться самостоятельно и без дистрибьюторов. Если это коммерческое кино, то, естественно, продюсер заинтересован в том, чтобы снять дешевле фильм и потом заработать на прокате. И поэтому вот тоже в интернете есть цифры. Тот же Акан Сатаев, он же вообще всю жизнь работал в коммерческом секторе, он говорит, невыгодно снимать фильм дороже, чем 100 миллионов тенге. Почему? А потому что его не окупишь. Вам мало кто скажет прям настоящую сумму, настоящую цифру. Вам всегда немножко преувеличат. Типа, да, мы там сняли за 500 тысяч долларов. Хотя ты на самом деле понимаешь, что, господи, ты снял за 120 миллионов тенге. Вот. А это чтобы как-то подняться, это вот, да, вот в глазах? Да, что это как бы, ну, это присуще не только для нашей, для всех присуще. Врут все и везде, поверьте. Сейчас мы имеем ситуацию, в которой практически каждую неделю выходит с тем или иным успехом, но с завидной регулярностью национальная картина, сменяющая другую национальную картину, поддерживающую третью национальную картину и так далее, и так далее, и так далее. Среднегодично доля национального кино достигает 25%. И я думаю, что в текущем году, когда мы подобьем год, среднегодично, может быть, даже до 30% дойдет. В нашей сети, по крайней мере. Сейчас интерес инвесторов снова возвращается к казахстанскому кино, потому что казахстанское кино начинает демонстрировать, конечно же, высокую отдачу. На нашем рынке, в нашем казахстанском кино появляется живая конкурентная борьба. И она с каждым разом будет все обостряться, обостряться. А конкуренция – это всегда здорово. Производители сами приучили зрителя к тому, что у нас только есть комедии. Зритель искренне верит в то, что кроме комедии в Казахстане ничего снимать не умеют. И у молодых, следовательно, у молодых производителей, режиссеров, продюсеров складывается это впечатление, что кроме комедии ничего не зайдет. Это ошибочное мнение. 22-й год, наверное, начал только доказывать обратное, что, допустим, тот же фильм «Дос Мухасан» далеко не комедия. Да, это «Байопик», да, он интересный, он собрал неплохую кассу. Наш фильм «Хаш» также собрал неплохую кассу, и достаточно большое количество людей увидели этот фильм. И я думаю, что это классный знак в целом для рынка, чтобы дальше помимо комедии другие жанры развивались, и со временем через лет пять зритель уже начнет быть более разборчивым и начнет выбирать, на какой жанр фильма ему сходить. То есть у нас вот как бы есть артхаусное кино, которое идет на фестиваль, есть вот это коммерческое, которое как бы развлекательное, комедийное и все. А вот просто про любовь, просто про спорт, просто про, не знаю, психологические драмы, не обязательно для тинейджеров, а может быть кому за 30 или кому за 40 и так далее. А у нас этого сегмента нет, у нас нет нормальных фильмов. Я точно могу сказать, что будь то хорошая драма, она соберет деньги, и будь то хорошая комедия, она соберет деньги. И сейчас производители как раз в поиске вот этого вариативности, то есть они пытаются уйти от шаблонного какого-то подхода. В этом году в киноиндустрии уже видно, что это бум. Понятно, что там выйдут как минимум 100 казахстанских картин, понятно, что там как минимум 60 из них провалятся, а оставшиеся 30 это будет какой-то среднячок, который окупится и принесет какую-то прибыль, и 10 будет что-то новое, яркое. Несовершенное, понятно, там, да, нам еще расти и расти и расти, но что-то вот, если из 100 картин 10 это что-то новое и яркое, это уже очень хорошо. Да, действительно, наше отечественное кино зрители ждут. И на данный момент в кинотеатрах идут 2-3 казахстанских фильмы одновременно. А все потому, что свои истории и сами актеры близки нашему зрителю. Понятны и сюжеты, и юмор, и ментал. Бывает даже так, что в первой неделе проката наши фильмы соперничают по сборам с американскими блокбастерами. К примеру, неплохой бокс-офис у франшиз «Бизнес по-казахски» и «Килинка Сабина». Конечно, есть и препоны, которые мешают продвижению отечественного кино. Какие именно, давайте обсудим. Все зависит от, наверное, от личных связей, отношений с прокатчиками. Потому что, если у тебя хорошие отношения с прокатчиками, или ты вызываешь какую-то симпатию у прокатчиков, то твой фильм могут взять и просто посмотреть на тебя и сказать, давай мы тебе поможем. И поставить на роспись фильм. А в некоторых случаях они, кинопрокатчики, также просят заплатить. Бывали такие случаи, когда просили для того, чтобы поставить на роспись плату. Кинотеатральная сеть, она, поскольку делает рекламу внутри своей сети, это трейлеринг, постеры внутри, там кинотеатральная реклама. Вот это все, конечно же, кинотеатры хотят монетизировать. И, соответственно, монетизируют. Они, бывает, требуют за установку этих всех, ну, за рекламу в целом в сети кинотеатрах какие-то деньги. Ну, оно достигает, то есть начинается от 5-6 миллионов. По большому счету постановка на экран картины то или иное – это торг. Торг, в котором экранное время является валютой. И, соответственно, мы всегда пытаемся взять меньше рисков на себя, а прокатчик пытается получить больше экранного времени. И вот в этом диалоге обычно находим золотую середину. Крайне сложно поставить фильм на хорошее время. Фильмы, вот я как продюсер Адлихана Ержанова, мы порядком 3-4 наших последних фильмов пытались дать в кинотеатральный прокат, показать. И делали даже рекламу, тратились на продвижение. Но, к сожалению, бывает сложно окупить даже эти небольшие траты. Потому что, во-первых, изначально дистрибьюторы нам говорят, что, ребята, не получится поставить вот такую широкую роспись. Мы сделаем вот такую роспись. Ну, как бы два раза в кинотеатре, ну, в одном. И не в самое лучшее время показывают. И, во-вторых, просто, наверное, каким-то образом, может быть, из-за того, что показывают не в лучшее время, и зрители не ходят. Мы можем взять картину у производителя, даже если он, не знаю, 18 лет, и он гениальный. И мы можем точно такой же вероятностью взять картину у дистрибьютора, представителя большого количества голливудских студий. Также есть проблема дистрибьюторов. То есть, по факту, на сегодняшний день в Казахстане всего два дистрибьютора. То есть, тоже достаточно монополизированный рынок. То есть, если ты хочешь не самостоятельно с кинотеатрами общаться, а с дистрибьюторами, это гораздо удобнее, конечно. Потому что у дистрибьюторов есть свои точки, так скажем, методы общения с кинотеатрами. У них есть свои договоренности, тесные отношения. Через дистрибьюторов это делать удобнее гораздо. Но будьте готовы к тому, что дистрибьютор также будет свою долю иметь с кассового сбора. То есть, может быть, в среднем 7-10% по Казахстану, да? На рубеже бывает и больше процентов дистрибьютора берут. И они заключают договор уже напрямую с кинотеатрами, делают роспись, организуют рекламную кампанию, пиар-кампанию, продвижение картины. То есть, прежде всего, заключение договора с дистрибьютором. Для того, чтобы картина окупилась, здесь, знаете, правило очень простое. Умножить бюджет на 3. Плюс-минус, ты выйдешь на порог окупаемости. Потому что половину сразу забирает кинотеатр. Большую часть сначала своих расходов снимает прокатчик по рекламе, продвижению. После того, как деньги сняты, он забирает свою долю, которая может разниться от 10-15% до 25-30%. И только потом остатки попадают в продвижение. И это где-то вот треть заработанных денег на прокате и продаже, должна примерно соответствовать бюджету картины. Что у нас происходит в прокате, вы знаете? А что там происходит? У нас сейчас происходит борьба казахов с казахами. У нас самая массовая или самая большая сеть кинотеатров – это кинопарк. И кинопарк не все картины берет. Казахстанские картины берут в прокат. Более того, они как бы обиделись. Они обиделись на ГЦНПК за то, что два-три года существует ГЦНПК. Было два питчинга, было два результата. И в результате этих питчингов давали студиям, выигравшим частно, разные же студии. Значит, государство давало деньги. А вот оно деньги на производство дало, а на прокат нет. И кинопарк сказал, а вот нам не дали деньги на прокат. А вот во время пандемии мы там загибались, умирали. Кинотеатры, ну, в смысле, были на грани закрытия. Государство нас не поддержало. Теперь мы не будем пускать казахстанские картины в прокат. В зависимости от ситуации, от производителя, от автора, они выставляют свои условия. Неоднократно были различного рода скандалы и разборки по этому поводу. То есть, получается, у кого есть какие-то хорошие связи с кинопарком, те будут прокатываться. А кто нет, то те не будут прокатываться. Задайте мне вопрос, почему? Почему? Вы знаете, все очень просто. Эта ситуация с кинопарком, она, значит, такова, что они во время пандемии как-то до этого посмотрели, что есть сверхуспешные проекты. Например, бизнес по-казахски, да, Нурлана Коэмбаева. То есть, как только он заработал миллиард и победил, так сказать, идущие в это же время блокбастеры американские, значит, кинопарк сказал, хорошо, мы все поняли. Мы создаем свое производство, и они с марта месяца начали выпускать в производство свои картины. Например, «Моя большая казахская семья», там еще и так далее, и так далее. Если мы посмотрим на фильмы, которые вышли у нас в последнее время, у нас будет масса, масса претензий к качеству этих кинокартин, к сценариям, к актерской работе, потому что сейчас в крупные кинотеатральные сети тоже включились в эту гонку за производством кино. Вообще господдержка и вообще государственная политика в области кино должна для того, чтобы сохранять некое равновесие. В первую очередь не должно быть вот такого, то, что сегодня происходит в прокате, что казахстанские прокатчики перекрывают кислород казахстанским картинам. Сейчас те же самые независимые кинотеатры, к примеру, кинопарк, они не берут в прокат картины, которые финансировали и были поддержаны фондом господдержки кино. Исключение составляет картины «Надос Мукасан» Эдына Сахаманова. Здесь были сложившиеся очень хорошие истории взаимоотношения между продюсерами, режиссером и руководством киносити, и они поддержали эту картину. И она, пожалуй, такой наш прецедент, это единственная картина. Груты, опять же, личных взаимоотношений, лично построенных взаимоотношений в кино, как в бизнесе в данном случае. Вот одна из таких серьезных проблем, которые существуют. Как ее можно решить? Ее можно решить, если у нас будут изначально заложены, запланированы госбюджетные деньги на продвижение кинокартины, потому что тоже, допустим, нет возможности у картин. Мы все упираемся в ограниченность, в ограниченность нашей зрительской аудитории. То есть, опять-таки, вместе с бюджетом в 200 тысяч у нас в последнее время была и цифра в 200 тысяч зрителей, киноходящей аудитории зрительской. То есть, мы всегда ориентировались вот на это. И те бюджеты, которые в этих условиях фильмы собирали, это фильмы Нуртаса Адамбая, Нурлана Куенбаева, которые сделали, фильмы которого собрали рекордное количество, конечно же, показали рекордный бокс-офис в миллиард, по-моему, по крайней его фильме в Турции, миллиард с чем-то. Это, конечно же, фан-база, которая несколько раз, по несколько раз ходила на его сеансы. Вот увеличение количества кинотеатров, оно, конечно же, расширило и количество киноходящей аудитории. Сейчас мы говорим о цифре в 500 тысяч. Но это все равно недостаточно. Мы недавно встречались с Мариной Ершовой, это директор Сулпак Синема. Вот как раз обсуждали там глубину рынка. Я у нее спрашиваю, там, Марина, можно надеяться на открытие каких-то новых кинотеатров, особенно в регионах, чтобы больше казахстанцев ходили в кинотеатры? Она говорит, ну, в ближайшее время зачем, потому что у нас там сейчас заполняемость кинотеатров 30%. Но, с одной стороны, это, конечно, говорит о том, что не все так просто на нашем рынке, но представляете, какая у тебя перспектива для роста. И если будет качественный контент, люди будут ходить в кино. Киноиндустрия не существует сама по себе в вакууме в каком-то. Это же, она за собой влечет развитие очень много побочных индустрий. То есть там и про режиссуру сценарную, и актерскую игру — это основные три, так сказать, три кита, да. Но есть еще и постпродакшн, есть еще и звукорежиссура, есть еще и искусство монтажа. Я уже молчу про то, что есть еще и маркетинг фильмов. И там, конечно же, тоже идет сейчас прям настоящая борьба амбиций, настоящая борьба таких художественных вкусов. У кого будет лучше постер, у кого будет там лучше трейлер, кто сделает самый классный пресс-показ, там, да, премьеру. Сегодня количество локального кино, столь высокий показатель, обусловлено тем, что все больше людей смотрят на это как на бизнес, все больше людей смотрят, видят в этом потенциал какой-то, есть возвратность определенная, и все больше людей меньше рискует. Именно 2022 год дал прямо целый урожай картин, которые вот эту нишу нормального кино в Казахстане заполнили. Вот это кино будет, если будет продолжаться справедливая, правильная политика финансирования госсектора. Потому что вот эти все картины, они появились в результате питчинга 2019 года. Итак, подведем итоги. В Казахстане можно снимать качественно и интересное, главное, кассовое кино. Для этого есть все условия. Например, поддержка со стороны государства. Создан национальный центр кино, и из его фонда выделяются деньги на поддержку. Конечно, финансирование проектов и распределение средств нацфондом вызывает множество вопросов. Но все же схема работает. Появляются частные инвестиции, только нужно заинтересовать спонсоров. Как это сделали когда-то Нуртас Адамбай, Нуран Коэнбаев, Куравая Нарбекова, Осель Садвакасова, Баяна Лагузова и многие другие. Конечно, новые жанры кинематографисты осваивают, но с осторожностью. Кроме того, существуют еще и дополнительные источники финансирования. Это показ на телевидении, фестивали и стриминг-платформы. Об этом мы расскажем во второй части нашего репортажа. А на этом пока все. С вами был Николай Пак. Ставьте лайки. Это очень важно. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok